Пикет у стен областного правительства. Снова недовольные граждане. Снова разгневаны на департамент здравоохранения. В Кохомской больнице закрывают круглосуточный стационар. На Октябрьской улице у нас лежали. Там стационар находился на Октябрьской улице. А зачем это делать вот так? Нам, конечно, желательно, чтобы больница наша была. Куда пожилым людям теперь обращаться? Вот, допустим, постарше 80 лет. Как там инсульт или что, где-то там с сердцем. Привозили же сюда полежать человека. А сейчас чего нам делать? Болиться не закрывается, отвечает профильный департамент. Увеличено количество коек дневного стационара. А вот на круглосуточное лечение больных будут отвозить в областной центр. Решение такое принято после многочисленных жалоб самих же Кохомчан на некачественное оказание помощи. Оборудовать там реанимационное отделение для того, чтобы полноценно оказывать помощь в круглосуточном стационаре, сейчас, наверное, нецелесообразно, учитывая, что уже в длительное время, например, хирургическая помощь оказывается в 7-й городской больнице и у никого никаких вопросов не возникает. Помощь по неврологии, например, при сосудистых каких-то катастрофах оказывается в 3-й городской больнице. Время доезда – несколько минут. Поэтому и было принято это решение после общественного обсуждения. Всех пикетчиков главный медик региона Светлана Романчук ждет у себя на прием в четверг в 15 часов. Если жители Кохма по итогу не будут довольно приложенной схемой, то круглосуточный стационар им вернут. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.